Женис Махмодович подробно рассказал о деятельности по привлечению инвестиций в соответствии с шагом 55-56. Хочу сказать, что практически в каждом из перечисленных проектов есть серьезная лепта, внесенная дипломатами нашей страны. Центральные аппараты и загранные учреждения активно озадачены на привлечении инвестиций и экономической составляющей работы наших загранных учреждений. Центральный аппарат имеет очень активный характер. Поэтому я хотел бы остановиться больше на проблемных вопросах, которые мы выявили в ходе этой работы. Женис Махмодович сказал, что мы определили 10 стран приоритетных для внедрения института советников по инвестициям. Шесть из них уже действуют. По четырем осталась работа по переводу соответствующих работников на госслужбу. Она завершается. Открыты пять офисов Казинвеста. Мы ожидаем отдачи вот этих новых нововведений. Их работа показывает, что есть возможности для совершения этой работы. В первую очередь это касается конкретики по проектам. Мы вносили вам предложение для рассматривания в рамках инвестиционного штаба. Предложение о создании пула инвестиционных проектов. Проектов очень много. Многие из них отраслевые. Поэтому при работе с инвесторами иногда не хватает конкретики по проектам. И расхождение по позиции министерств и ведомств. И соответственно затрудняется работа по обеспечению и отслеживанию реализации проектов. Поэтому есть предложение. Оно наше совместное с Министерством и Министерством развития. По созданию единого пула крупных инвестиционных проектов. Которые бы проходили обкатку во всех ведомств соответствующих. И получали утверждение на инвестиционном штабе под вашим руководством. Второе. Это дифференцированный подход. У нас валовый подход ко всем странам. Все проекты сразу мы стараемся распространять и пытаться находить инвесторов во всех странах. Хотя мы знаем, что есть страновая специализация. Поэтому предлагаем внедрить опять же через решение инвестиционного штаба страновой таргетированный подход. То есть, если нам нужна высокоточная продукция, то мы знаем, какие страны на этой продукции специализируются. И таргетируют такие проекты только на эти страны. И исключая из этого списка те страны, которые не имеют к этому никакого отношения. Самый главный вопрос при лечении транснациональных корпораций и потенциальных инвесторов – это вопрос сбыта. Любой инвестор, как вы знаете, и вам инвесторы всегда говорили, что вопрос сбыта является для них ключевым. Поэтому здесь мы тоже вносим предложение рассмотреть на инвестиционном штабе очень подробно и детально с решениями вопрос о выработке единой экспортной политики. У нас нет глубокого анализа и экспортной политики, и импортной политики. Поэтому это, нам кажется, серьезное препятствие для грамотной работы с инвесторами. Потому что любой инвестор, прежде чем вкладывать деньги в то или иное производство, думает, куда, потом его продукция будет продаваться. У нас такого анализа нет по рынкам. Поэтому считаем, что нужно самым серьезным образом в соответствующем блоку министерств заняться выработкой согласованной, четко отработанной экспортной политики и импортной политики. С учетом наших рынков, рынков наших соседей, дальних рынков. И затвердить эти шаги на инвестиционном штабе с тем, чтобы это стало руководством действия всего экономического блока и наших загранных учреждений. Большое спасибо. Большое спасибо.